Путепровод 139-й километр – важная транспортная артерия города. Маршрут используется как общественным транспортом, так и автомобилистами. Особенно важна трасса для работников предприятий Кировского и промышленного районов. Заводов немало. Главный ракетно-космический центр, предприятие, авиационной промышленности, конструкторское бюро. Еще в апреле путепровод по улице Земица закрыли на ремонт. Сейчас наступила его активная фаза. Подрядчику предстоит обновить объект и улучшить его качество. Ведь возводился путепровод еще в советское время, в конце 70-х. Конечно же, когда он возводился в советские времена, те нагрузки, которые он был рассчитан, сейчас с лихвой перекрыты. То есть машин стало гораздо больше, они стали гораздо тяжелее. Поэтому однозначно можно сказать, что да, конечно, увеличение и потока, и грузоподъемности автомобилей сказались на том, что необходимо производить капитальный ремонт. Обновить путепровод планируют в несколько этапов. Сейчас специалисты уже демонтировали контактную сеть, занимаются разбором защитных бетонных слоев, а также ремонтом стенок там, где идет возвышение дороги над землей. Демонтаж перильного ограждения, демонтаж ограждающих барьерных ограждений, демонтаж трамвайной линии, это непосредственно рельсо-шпальная решетка, демонтаж на проезжей части, это асфальтобетонное покрытие. Вместе с тем уже в районе трамвайных путей разобраны две шкафные плиты, то есть они демонтированы, и в настоящий момент ведутся работы по подготовке к монтажу данных частей. Еще одной важной задачей станет замена опорных конструкций. Сейчас специалисты готовят для этого площадку под объектом. Полотно путепровода необходимо будет приподнять. С этим помогут многотонные домкраты. Для подъема моста установлены временные опоры, на которые установлены поддомкратные части. Ремонт путепровода на контроле не только властей города и региона, но и общественности. Как отметил председатель общественного совета при администрации Кировского района Ревгат Хузин, в Самаре и Самарской области реализуется много нужных и крайне важных мер для обеспечения безопасности по различным направлениям и улучшения жизнедеятельности граждан. Один из примеров – поддержка, которые заручились для ремонта путепровода по улице Земица. Объект протяженностью более 500 метров обновляют за счет областного и городского бюджетов. Ознакомились с графиком проведения работ. На сегодня график выдерживается. Обещают в октябре 2023 года уже пустить транспорт, в том числе и трамвай по этому путепроводу. Объект очень влажен, он должен быть на контроле. Мы сюда приходим не только контролируем, мы задаем вопрос, первый к которому приходим, чем мы можем помочь. Заказчик в лице Департамента городского хозяйства и экологии поставил перед подрядчиком задачу запустить движение уже к 31 октября текущего года. При этом обновлять путепровод продолжат и в 2024-м. Но специалисты утверждают, что последующие задачи никак не нарушат трафик на маршруте. Улучшение дорожной инфраструктуры находится на контроле и является приоритетной задачей для губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ремонтируют и крупные объекты, такие как мосты, и дороги местного и регионального значения. По итогам 2022 года губерния была снова признана лидером в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в регионе запланировано отремонтировать и построить 85 объектов общей протяженностью более 233 километров, в том числе 17 мостов. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.